Новости 24 продолжают работу в эфире телеканала ННТ. Мы по-прежнему работаем из дома. Россиян предупредили об активизации мошенников, крадущих деньги с банковских карт. Об этом СМИ рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, злоумышленники начали использовать несколько новых схем, связанных со страхами россиян из-за распространения коронавируса. В частности, некоторые мошенники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, собирая информацию о картах и персональные данные. Другие сообщают гражданам, что они якобы контактировали с зараженными и обещают прислать специалистов для проведения анализов за 5000 рублей. И еще одна похожая схема основана на звонках от лица работников городских поликлиник. Они заявляют о серьезных проблемах со здоровьем по результатам анализов и предлагают купить дорогостоящие препараты, которые на самом деле являются пищевыми добавками. Медицинские маски сейчас один из самых дефицитных товаров в мире. Такое, казалось бы, простое средство защиты сейчас по-прежнему практически не достать. Пока спекулянты накручивают цены, волонтеры ищут альтернативы. И, похоже, им это удается. Продолжить тему Зумруд Гамедова. В то время, когда одни пытаются нажиться на средствах защиты, продавая их втридорого, находятся люди, у которых сознательность в их стремлении обогатиться. Так, общественники начали совершенно бесплатно доставлять медицинские маски в больницы республики. Инициативная группа раздала уже более 5000 масок. Около 10 медучреждений уже получили такую необходимую им сегодня помощь. Благодаря стараниям и помощи вот таких людей, как ребята, которые нам безвозмездно дали в помощь медицинские маски, перчатки. Я хочу сказать, что если бы не вот такая добрая инициатива этих людей, мы получили бы сегодня значительно худшие показатели по инфицированности и распространению. Наладить производство многоразовых масок и раздавать их бесплавно решил житель Махачкалы Магомед Крубатаев. О своей идее он рассказал друзьям. И всего за несколько дней парни организовали производство защитных масок. Просто четверо друзей собрались и пришла идея просто помочь медработникам, так как услышали от одного из медработников, что масок не хватает. Собрали небольшие средства и купили ткань, резинки и отдали портным. Потом увидели, что на самом деле острая нехватка во многих медучреждениях города, вообще республики. И уже рассказали друзьям, очень много знакомых, предпринимателей, друзей подключились. Спасибо им большое. Мы смогли около 10 тысяч масок уже сшить и раздать больницам города. Сейчас об этой благотворительной акции узнали знакомые инициаторов и изъявили желание подключиться и ими помочь. Ребята уже закупили дополнительно марлю и другие необходимые материалы для изготовления медицинских масок, которые будут доставляться в медучреждения. В планах волонтеров изготовить еще более трех тысяч индивидуальных средств защиты. Благотворители верят, что только общими усилиями дагестанцы смогут побороть коронавирус и сохранить здоровье родных и близких. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Около 240 миллионов рублей получат дагестанские медики, работающие с больными COVID-19. Правительство России выделяет средства в размере около 50 миллиардов рублей для дополнительных выплат медицинским работникам, лечащих больных новым вирусом. Распоряжение опубликовано на официальном сайте Кабмина. Напомним, что соответствующее поручение дал президент России на совещание 8 апреля. Правительство расширило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Список дополнили кинематография и стоматология. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Официально утвержденный список таких отраслей необходим, чтобы дать предпринимателям и предприятиям возможность обратиться к кредитным организациям с требованием об изменении условий договора на срок, определенный заемщикам. С полным перечнем отраслей наиболее пострадавших от коронавируса вы можете ознакомиться на сайте Кабмина России. РЖД временно приостановило бесплатную перевозку ветерана Великой Отечественной войны. В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездках дальнего следования. Бесплатные перевозки возобновятся сразу после снятия режима самоизоляции. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике дайджеста, затем продолжим, не переключайтесь. В республике увеличат площади садов и виноградников почти на 3000 гектаров. Также в текущем году запланировано засеять 230 тысяч гектаров яровыми. 40% работ уже завершено. В работе задействовано 1500 единиц техники. 22 апреля Дагестанский государственный технический университет откроет свои двери в виртуальном режиме. Традиционный для ВУЗа день открытых дверей пройдет в дистанционном онлайн-режиме. Так, будущие студенты увидят 3D-тур по кампусу университета и услышат отзывы у выпускников и комментарии об изменениях в правилах приема на 2020 год. Дополнительную информацию можно получить на сайте университета. Согласно временным правилам регистрации граждан в качестве безработных, все незанятые жители республики могут подать заявку дистанционно. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуги или в общероссийской базе вакансии «Работа в России». Чтобы поставить на учет инвалида для получения пособия по безработице, необходимо заполнить заявление в электронной форме. Все остальные документы центрами занятости населения запрашиваются самостоятельно в учреждениях медико-социальной экспертизы и в отделениях пенсионного фонда. Отметим увеличение суммы пособия в размере 12 130 рублей рассчитано на 3 месяца – апрель, май и июнь – гражданам, вставшим на учет после 1 марта 2020 года. Цены на имбирь снизились почти в 10 раз. С прежнего уровня, достигавшего 3 и даже 7 тысяч рублей за килограмм, они спустились до 400 рублей. Скачок цен произошел из-за действий спекулянтов, которые на фоне неверных сведений о пользе имбиря для борьбы с коронавирусом искусственно завысили цену. Тем временем сельскохозяйственная отрасль функционирует практически бесперерывно. Накануне руководитель министерства Абзагир Гусейнов проверил готовность наземной техники, предназначенной для выполнения химзащитных мероприятий против саранчевых вредителей. Согласно данным Россельхозцентра по Дагестану, осенние обследования сельхозугодий показали, что 110 тысяч гектаров земель заселены кубышками, то есть капсулами с яйцами паразитов. Защитные мероприятия планируют начинать заблаговременно еще на стадии отрождения личинок, пока вредитель не встал на крыло. Этот вредитель способен нанести огромный вред урожаю, а это нельзя допустить в этом году, тем более с учетом вот этих известных обстоятельств. Главное в борьбе это своевременность. Своевременно по первым очагам выявлять очаги и их заглушать. В этой связи у нас 20 постов создано, куда ходят представители муниципалитета, представители министерства, Республиканского управления обгонного животноводца и Россельхозцентра. Они будут ходить, мониторить, взаимодействовать с животноводами. В бюджете Республики на борьбу с вредителями в этом году заложен 21 миллион рублей. Эти средства будут направлены на привлечение малой авиации и работу наземной техники. У меня на этом все. Будьте здоровы и оставайтесь дома. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!